Внутридомовые сети, в том числе бойлеры, одна из самых больных тем нашего жилфонда. В некоторых домах люди годами сидят без горячей воды. Жители девятиэтажки на улице Шмидта своего счастливого часа дождались. В их доме подрядчик уже сдает новый теплообменник. Сам монтаж конструкции занимает немного времени, неделю-две, в зависимости от подвала, поясняют специалисты. Куда дольше подрядная организация занимается подготовительной работой. Мы должны были произвести техническое обследование данного дома. На основании технического заключения разработать проект. После этого этот проект согласовывается и происходит госэкспертиза и только после этого производится монтажная работа. По факту это занимает где-то в районе полутора-двух месяцев. Окончание монтажа тоже не финальная стадия. Впереди череда различных согласований с теплоснабжающей организацией, управляющей компанией. Финальное слово зарос технадзором. Только после их одобрения подрядчик запустит оборудование в работу. Подготовка проектов и составление смет – обязательный этап работы. Без этих бумаг поменять бойлер, отремонтировать крышу или установить новый лифт не получится. В этом году в программу фонда капремонта попали 169 домов. В 101 из них заменят внутридомовые инженерные сети, в том числе бойлеры. Дополнительно на водоподогреватели средства выделил и областной бюджет. Это еще плюс 31 дом. Не только бойлеры нуждаются в замене, прохудившиеся крыши – тоже глобальная проблема заполярного жилфонда. В 2021 на 71 станет меньше. На третьем месте по объему фасады – 39 уличных стен. В 17 многоэтажках появятся новые лифты, в общей сложности – 28 штук. Каждый житель, чей дом попал в программу капремонта, получит уведомление от фонда. Получив такое уведомление, собственники помещений в доме собирают общее собрание, могут определить представителя от собственников помещений, который может контролировать выполнение работ в процессе выполнения работ, а также в обязательном порядке участвовать в приемке выполненных работ уже комиссии по итогам работ. Ремонт начнется и без общего собрания, просто контроль над ходом работ будет слабее. Как показывает практика, гораздо эффективнее и качественнее подрядчик трудится, когда понимает, что каждый день за его действиями внимательно наблюдают бдительные жильцы. Кстати, иногда сами собственники мешают ремонту. Как правило, если требуется замена внутридомовых сетей. Некоторые зашивают стейки, закрывают трубы отопления и не пускают в свои квартиры рабочих, потому что не хотят портить ремонт. Из-за этого подрядчику не удается выполнить работы на 100%. Бывают и противоположные ситуации. Жители дома мечтают о приведении капремонта, но в краткосрочную программу их жилье не попадает. Мечтать мало напоминают в Министерстве строительства, а вот реальное собрание собственников может продвинуть конкретный дом в большой очереди. Для того, чтобы запустить процесс, достаточно согласия 10% владельцев квартир. Следующий этап – получение экспертного заключения. Конечно, лучшее взаимодействие выстраивать с управляющей компанией, потому что все равно среди жителей дома технических специалистов, как правило, не имеется. Поэтому управляющая компания, в принципе, и надеемся оказать содействие в поиске тех же экспертов или лиц, которые, организации имеющих допуск с эрона, проведение соответствующих работ. Экспертная комиссия, услуга платная, иногда эти расходы берет на себя управляющая компания, но чаще всего сумма делится между собственниками. Если с управляющей организацией жильцы не находят общий язык, они могут напрямую обратиться в Министерство строительства Мурманской области с пакетом необходимых документов. О том, что именно необходимо предоставить, есть информация на сайте регионального Минстроя в разделе «Документы». Процедура подачи заявления трудозатратная, а гарантия результата – никакой. Все будет зависеть не только от итогового решения комиссии, но и от наличия свободных денежных средств. Список домов, которые будут отремонтированы за счет средств фонда капремонта, в этом году уже сформирован, но есть еще дополнительное финансирование от областного бюджета. В этом году также около 250 миллионов выделяются на финансирование работ по капитальному ремонту. И, собственно говоря, эти деньги также могут пускаться на выполнение работ, по которым комиссии принято решение о необходимости проведения этих работ. Есть еще один вариант – собственники делают необходимые работы за свой счет, но потом их на несколько лет освобождают от платы за капремонт по квитанции. В общем, выбор у людей есть, но далеко не каждый готов пройти весь бюрократический путь. Поэтому большая часть домов региона ремонтируется в порядке очереди, сформированной Минстроем и фондом капремонта.